Что такое подвиг? Помимо доблестного и важного для многих людей действия, совершенного, как правило, в трудных условиях, это еще и пример. Пример для будущих поколений, пример того, как нужно поступать в той или иной ситуации. Неизвестно, знал ли 86-летний Матвей Кузьмич о подвиге Ивана Сусанина, возможно, что и нет, но когда в феврале 1942 года фашисты под угрозой расстрела принудили его, крестьянина из села Куракина, скрытно провести их батальон лыжников в обход советских позиций, он согласился. Не торопясь, вынес старик на улицу свои широкие, подбитые мехом охотничьи лыжи, и стал их натирать медвежьим салом. Из-под шапки он поглядывал на немцев, которые тоже готовились к выступлению. Когда же стемнело, горнострелковый батальон на лыжах, в полном вооружении, с пулеметами на санках, вышел из деревни и, свернув с большой дороги, стал втягиваться в лес. Матвей Кузьмич всю ночь вел отряд по сугробам, по нехоженному наступу, по оврагам, по руслам замерзших лесных ручьев и сквозь кустарник. Офицер, следивший за маршем по компасу, много раз останавливал шедшего впереди старика и через проводника спрашивал, почему дорога так петляет и скоро ли конец пути, на что старик неизменно отвечал. Шоссеек в лесу нету, обещал к утру привезти, к утру и будем. Немцы постепенно теряли силы под тяжестью оружия и боеприпасов, а окрики и фрейторов уже не могли собрать измученной, растянувшейся колонны. Кузьмин Матвей Кузьмич родился в деревне Куракино Псковской области 21 июля 1858 года в семье крепостного крестьянина. После революции он был единоличником, то есть не состоял в колхозе, а вел отдельное самостоятельное хозяйство. Он жил охотой и рыбной ловлей. За это, а еще и за нелюдимый характер, колхозники не любили старика. Они называли его бирюком, то есть отшельником, а часто даже просто недобитой контрой. Хоть у Матвея Кузьмича и было восемь детей, но он жил один в большом доме на Атшибе. А когда умер один из его сыновей, то со стариком еще поселился и малолетний внук Вася. Так они вдвоем, да еще и с псом Шариком, ходили на охоту и месяцами пропадали в лесу, который знали, как свои пять пальцев. В августе 1941 года Псковская область и деревня Куракина были оккупированы немцами. Они поселились в доме у старика, а хозяев выгнали на улицу, и Кузьмичу с внуком пришлось ютиться в сарае. Но в начале февраля 42-го гитлеровцам понадобился проводник, и они вспомнили о нелюдимом отшельнике. В это время шла Торопецко-Холмская операция, и части советской 3-й ударной армии заняли оборонительные позиции вблизи деревни Куракина. Гитлеровцы стали готовиться к контрнаступлению в районе Малкинских высот, и перед батальоном горно-стрелковой немецкой дивизии была поставлена задача незаметно перейти пока еще не сплошную линию фронта и ударить в тыл советским войскам. 13 февраля командир батальона потребовал от Кузьмина вывезти их в деревню Першина, пообещав за это денег, муки и новое охотничье ружье. Если же старик откажется, то его расстреляют. Жители деревни видели, как немцы готовились к походу, как незадолго до этого куда-то убежал с собакой внучок Вася, и как старик натирал свои лыжи. Их опасения сбывались, и в глазах односельчан Кузьмин выглядел предателем. Местные мальчишки даже пообещали пустить ему в дом красного петуха. Лыжный батальон, ведомый Кузьминым, шел по лесу всю ночь, а когда забрежил желтый морозный рассвет, авангард немецкого отряда вышел на опушку возле деревни Макоедова. Матвей Кузьмич снял с головы шапку, вытер ею спотевшую лысину и с улыбкой стал смотреть, как измученные немецкие офицеры гортанными криками выгоняли на поляну последних, отставших стрелков, вызорванных в дороге маск-халатах. Вдруг раздался знакомый лай, шарик почуял своего хозяина и не смог сдержать своей радости. Старик еще раз улыбнулся и произнес, Матвей Кузьмин свое дело знает. В это же мгновение тишина была распорота сухим треском пулеметных очередей. Взвизгнули пули, взбивая под следой наста острые фонтанчики снега. Пулеметы били совсем рядом, почти в упор. Лыжники, не успев даже сообразить, в чем дело, оседали на нас со страхом и недоумением на лицах, а пулеметы строчили и строчили, огнем своим сжимая немецкую колонну с двух сторон. Фашисты бросились обратно в лес, но их уже и там сердито встречали автоматные очереди. Мальчик Вася ночью смог добежать до частей 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады. В штабе он рассказал, куда его дед поведет немцев и где лучше сделать на них засаду. Красноармейцы хорошо подготовились к бою и ждали подхода врага. Матвей Кузьмич вывел лыжников на позиции пулеметной роты 2-го батальона под командованием Ивана Степановича Татаровского. Только когда застрочили пулеметы, оккупанты поняли, что попали в ловушку, но было уже поздно. Немецкий батальон был почти полностью уничтожен. К великому сожалению, в перестрелке погиб тогда и Матвей Кузьмич. Сначала героический старик был похоронен в родной деревне Куракино, но в 1954 году состоялось торжественное перезахоронение его останков на братском кладбище города Великие Луки. В 1965 году за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Кузьмину Матвею Кузьмичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал посмертно самым старшим обладателем этого высокого воинского звания.